От богатых парней я вся теку! Выйди замуж за богатого! Это всё, что тебе нужно! Финал сезона! Золотоискатели Лобертисити! На следующей неделе! Хоу, папочка! Конкуренция обостряется на Си-Эйн-Ти! Сегодня вечером, в эпоху необразимого богатства и бедности, невероятного пьянства и иммигранты одичали, город будущего смотрит в зеркало прошлого и говорит, чё ты, блядь, уставился, а потом обнажается в общественных местах. Да, замечательная история Либерти-Сити продолжается. История Либерти, часть 2. Большая стройка, обдирание людей. Основная поддержка этой серии предоставлена Банком Либерти, который говорит спасибо за спасение Америки. Нам нужно было заплатить за яхты и сохранить наши офшорные счета. Если посмотреть на лица, которые сегодня составляют палитру Либерти-Сити, буквально миллионы лиц разных оттенков и волосатости со всех уголков земли страдают от жары, сходят с ума от страха, всякая разная фигня по высоким ценам, коррумпированная полицией и стриптизерши с раздражающим русским акцентом, то может показаться, что в Либерти-Сити немного изменилось за 150 лет. Все так же они огромной толпой пришли туда, где их никто не ждал. И это отношение делает британский город удивительным, мерзким, но безумно переоцененным мегаполисом. Это сегодня мы продолжаем наш эпический рассказ об истории Либерти. Мой пропродед Шеймус покинул Ирландию в 1825 году и прибыл на лодке в Либерти-Сити. Он начал... ну, то есть, он слышал об этом волшебном месте, где золотые монеты и голубые единороги, много радуг, и полицейские не носят брюки, но на самом деле его главная цель была строительные работы, и в те дни все было по-другому. Знаешь, концентрионеры действительно работали, выпивали во время обеда и приставали к незнакомцам. Хорошие сиськи! Вы отвратительные! К 1830 году в Либерти-Сити наводнили ирландские иммигранты, которым кто-то сказал, будто американские девушки сами прыгают в постель, когда они слышат иностранный акцент. Да, так и есть. Цыпочки легкодоступны. Моя семья жила в Америке на протяжении многих поколений, и все из-за моей гордости и наследия, и немного отчаяния, отчего я все время подделываю этот акцент. Вскоре тоненькая струйка ирландской иммиграции превратилась в бурный поток. Ирландцы, которые в основном только пили и гонялись за радугой, и спали с карликами, забыли, как правильно выращивать картофель. Семья потеряла землю. Как вы могли забыть? Выращивание картофеля. Помилуйте, это же просто клубень. Некоторое насилие пришло в Либерти-Сити примерно за 15 минут. Местные бизнесмены полюбили его. Наконец-то они нашли людей, которым можно платить меньше, чем черным. Речь идет о конкуренции. Свободный рынок. Как и сегодня, некоторые люди смотрят на ирландские улицы ночью и видят хулиганов и беспорядки, вспыхивающие каждый вечер, бунт рабочего класса против крупной буржуазии, антиирландские мятежи, восстания против черных и восстания против англичан, футбольные беспорядки, пацифистские беспорядки, девушка против девушки, горячие беспорядки. До изобретения телевидения большинство людей вечером не могло найти более интересного занятия, чем поджигание своих соседей. В то же время, вы начинаете видеть эту невероятную миграцию с юга, как птицы, некоторые гадят на все, что видят, и создают слишком много шума. Люди с юга направились в Либерти Сити, потому что узнали, будто там еще больше расизма, чем на юге. И вы можете отправиться туда и ненавидеть людей со всего мира, свободно и открыто, как настоящий американец. Энергия города сломает вас, как оргазм толстуху, потная, огромная масса, которую не остановить, отвратительный, глибкий и вонючий воин, топящий вашу душу, и после этого вы чувствуете себя ужасно, и обещаете никогда больше не пить. Надеюсь, что никто не видел отвратительную проститутку, с которой вы ушли из бара. Помнишь меня, малыш? Дабы удовлетворить плотские желания населения, первые газеты в городе появились в конце 1830-х годов. Жители немедленно потребовали меньше освещения политических событий, предпочитая истории о нравственности, криминале, сексе, грабежей и особенно изнасиловании, которые всегда были на третьей страничке. «Древо свободы» опубликовало свое первое издание в 1835 году, и каждый раз, когда они разоблачали нечестных политиков, которые грабят слепых людей, общественность критиковала СМИ за институциональную предвзятость. Любой, кто плохо говорит о политиках и крупном бизнесе, имеет повестку дня. Идиоты-либералы, в основном наркоманы и активные гомосексуалисты, всегда чрезмерно озабочены правдой, боясь остаться в стороне. От веселья первые банкиры показали, что они могут дестабилизировать общество, а также кого угодно. В 1857 году биржевые рынки рухнули. Ага, большая паника в финансовом районе. Ибо все поняли, что какие-то мудаки в костюмах обдурили Америку при помощи гигантских финансовых пирамид, в которые они разбогатели, как бандиты, а все остальные получали дерьмо на палочки. Бедняк стал нищим, и не было никакого социального обеспечения или медицинской помощи, чтобы помогать людям. Да, сэр, это были действительно великие времена, когда мы неделями помирали на улицах. Так что в Америке каждый сам за себя, и ворует все, что плохо лежит, пока никто не видит. Призванный помочь поднять моральный дух города, один из крупнейших проектов общественных работ в истории пришел к завершению. Мидл Парк. О, да, это было действительно замечательно. Они взяли клочок открытой земли и построили стену вокруг, и потратили кучу общественных денег, назвав это парком. Парк стал еще одним примером бесподобной американской мысли. Скопируй что-нибудь из Европы, и делай вид, будто это ты изобрел. Это строители Мидл Парка надеялись, что теперь классы смогут смешиваться и покупать наркотики друг у друга. Однако афроамериканцы были полностью исключены из парка. Что? Я ничего не сказал. Нет, немного вы знаете. Были разрешены только элегантные кареты. Автомобили рабочего класса, такие как лоурайдеры и гибриды, были полностью запрещены. В парке был список правил длиной в милю. Запрещены пикники, минет нельзя делать, ходить по травке, фруктовые упражнения, школьникам запрещено играть в бейсбол. А жутким старикашкам выделили целый участок, где не могли катать свои шарики. Но у обитателей брокера были проблемы добираться на работу через реку Гумбольд. Было ужасно, а возвращение домой в пьяном виде приводило к случайным апрельским несчастным случаям. Плюс, местные депрессивные маньяки жаловались, что в округе нет ничего, достаточно высокого, чтобы спрыгнуть и убить себя. Поэтому началось строительство местного моста. Тут появилось место, где развернуться для организованной преступности, которая обеспечивала уход за чернорабочими и предоставляла предприимчивым жителям Либерти-Сити новое место для сброса тел. В то же время, темное облако росло над неоперившейся нацией. Развитие Либерти-Сити было угрозой для Юга. Особое внимание, образование искусства, общение с людьми, других рас, все это предоставляло такую угрозу для потрясающей цивилизации Юга, что на определенном этапе начал рассматриваться выход из Союза. Это были настоящие патриоты. Они так любили Америку, что хотели покинуть ее. Ее некоторые жители, Либерти-Сити, или сторонники Южан, во время Гражданской войны им была по душе идея выпивать каждую ночь ящик дерьмового пива, кушать завтрак и слушая рок-группы, которые играли наши гитарные соло. В 1863 году был объявлен первый проект по укреплению северных войск. Граждане были в ярости. Пьяные и злые, вооруженные железными прутями, мечами ниндзя, ножами выживания и китайскими звездами, они начали массовые беспорядки. Экстренное сообщение было отправлено телеграммой. Пока телеграфные линии не были отрезаны, самая богатая нация в мире была в анархии и не в хорошем смысле. Где ты чувствуешь себя на концерте панк-рока, сформировались банды. И дабы показать Югу, что они не двуличные фанатики, мятежники Либерти Сити сожгли детский дом, полный черных детей. Люди неправильно понимают, но это культура наследия, а не их ненависть. В парке можно увидеть реконструкцию нашей гражданской войны. Мы протягиваем руку черному сообществу, но никто не заинтересован в том, чтобы изучить историю, измазать их в смоле, а потом посадить в огонь и выстрелить. Очень странно. Ну уж странно. Ну ладно, никто не хочет проводить субботу в парке, получая линчевание от мужланов в туниках. Вскоре ужасные либеральные музыканты написали протестные песни, спрашивая Америку «Гражданская война, для чего она?» А Америка отвечала «У вас пока нет телевидения, так что это единственное развлечение. Гражданская война была перекрестком нашей нации и на этом перекрестке была стоянка грузовиков, стенд с фейерверками и место для покупки повстанческих флагов, сувениров и зажигалок с обнаженными дамами. И один из тех автоматов, в котором за четвертак можно было использовать кран и попытаться схватить чучело свиньи, но это никогда не удастся. И ты идешь к своему грузовику, и вокруг много ящериц, и она говорит «От сосу за 20 долларов!» А ты соглашаешься, потому что убиваешь ее. А тело сжигаешь. Это американский опыт в двух словах. Причина, по которой эта война длилась годами, в чертовски долгой зарядке винтовок. Мы, южане, двигаемся медленно и методично, что послужило основой для российских шуток, типа идти на рыбалку, снасти винтовку, вздремнуть, и иногда днем, знаешь, когда ты пытаешься найти янки или цветной человек, чтобы пристрелить его. У тебя никогда не было шанса. Но на самом деле, можешь мне поверить. После довольно многих лет напряженных сражений и дешевых романах и страшных речей, война закончилась. Все могли вернуться к мирному стремлению, к заимному отращению, к самому себе, и бросать мешки с какашками и фриками. Это было время отдыха и восстановления для политических авантюристов с севера, уничтожающих великую цивилизацию юга. Но они неправильно поняли. Ага, откуда пошло название «красные штаны» из-за кровопролития? Колкузники ведут себя как порядочные людишки. Ну ладно, жители хотели расслабиться после победы в войне и празднований с массовыми вечеринками, поэтому началось новое искусство. Досуга, Firefly Island, тихий прибережный район, где проходят соревнования по поеданию хот-догов, презервативы плещутся в прибои и американские горки сходят с рельсов и калечат людей. Плюс фрик-шоу, в которые можно показать пальцем и смеяться, и заставлять карликов и волосатых женщин плакать. О-хо-хо-хо, это мое любимое. Ох, с окончанием войны жители Либерти-Сити возвращаются к обычным забавам, пьянству, плаванию в одежде и просмотру магических шоу, в которых люди ищут крошечного человечка, спрятанного под юбкой женщины. О, в конце концов, в Либерти-Сити всегда было на что посмотреть. А-хо-хо, на этот раз я, пожалуй, соглашусь. И город начал работу над новым проектом для своего праздного класса. Место оргий и разврата наркомании, и извращенности страха, и пота Либерти-Сити. Ничто так не объединяло жителей города, как давка в метро, когда они торопились с важной встречи, на сжигание какой-нибудь ведьмы. Это отвратительно. Люди смешивались вместе, как в огромном космополитическом кластере, сохраняя различия. В рот мне ноги. Я просто подумал об этом. Либерти-Сити сошел с ума по подземным поездкам. Первая станция была открыта в 1874 году бросанием ведра мочи на платформу. Людям это понравилось, хотя ехать было не на чем, так как первый поезд появился лишь через пять лет, поэтому им пришлось ждать на станции очень долго. Благодаря всему этому и брокерскому мосту люди смогли свободно жить в пригородах и осознавать радость и общение, апатии, отчуждение, дерьмовые утренние радио-шоу и групповой секс в автомобиле. И им разрешали жить среди себе подобных в пригороде и чувствовать себя в безопасности, даже когда мост и тоннель были ругательными словами, типа как фланец. Никто не видел мои лекарства против ангины. Эй, ты, как тебя зовут? Извините. Ох, потише, я не имел в виду ничего такого. Ну же, преодолей себя. Эй, я могу смеяться над собой. Люди, что с вами не так? Серьезно, у меня ангина, я могу умереть от сердечного приступа. Где мои таблетки? Готов поспорить, ты украл их, чтобы получить кайф. Че ты сказал, деревенщина? Ага, теперь остров Алгонген мог свободно вырасти до столицы огромного мегаполиса и выйти за его пределы. И что они сделали? Они построили массивные небоскребы и, конечно же, смотрели на птичек. Ох, здесь есть доктор? Парень, найди мне врача, пожалуйста. Не обращайте внимания на этого торчка. Ага. Как и сегодня, это город рождения и смерти, упадка и расцвета, двухсмысленных заголовков и двухсмысленных концов. Наконец, Либерти Сити начинает принимать свой современный облик. Перенаселенный, вонючий, но впечатляющий и грациозный. Полный богатых, несчастных людей и бедных, жадных людей. Все живут бок о бок, как свиньи в загоне. Но город пока еще не вышел из леса. Скоро что-то придумает, что не изменит город навсегда. Что мы оставим на следующий раз? Это история Либерти. 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 Либерти.